Зеленая набережная появилась в Находке. Ход работ на объекте проинспектировал глава региона Олег Кожемякова во время рабочей поездки в муниципалитет. Обустройство этой набережной – это, безусловно, большая такая программа, которая была вызвана пожеланием находкинцев при составлении плана социально-экономического развития обустройства этой набережной. Здесь гармонично вписывается храм, гармонично вписался памятник, спортивные объекты, которые интересны молодежи. Это различные скейт-площадки, прогулочные зоны. Губернатор посетил стройплощадку «Ледовая арена», строительство которой ведется по программе «Спорт. Норма жизни». Объект уже находится на завершающей стадии готовности. Также началось строительство плашкоута для острова Путятин. Судно для перевозки пассажиров и грузов заложили на верфи Ливодийского завода. Это мы делаем грузопассажирский? Грузопассажирский. 25 человек пассажиров. Таюта, да? Сидениями соседями? Да. Трехосная фура заходит туда, ну и, соответственно, либо легковая машина. Олег Кожемяка пообщался с работниками завода, подчеркнув важность этого заказа не только для жителей Путятина, но и для предприятия. Ну, мне кажется, что это такой большой шаг в поддержке наших островных территорий, в решении тех проблем, которые связаны с своевременной доставкой груза, в перевозке пассажиров. Для Путятина имеет это большое значение. Мы нашли средства, договорились с компанией, определили, что это будет тот местный завод, который делал подобные суда для Камчатки, то есть имеет опыт, имеет отработанную технологию. Конечно, мы усовершенствовали и пришлось затратить время на проектирование с тем, чтобы было непосредственно и пассажирская каюта на 20 человек. Размещение всем, чтобы была каюта для экипажа, был камбус для приготовления пищи. Вот, то есть здесь заходит трехосный автомобиль, заходит несколько легковых автомобилей. Также, по его словам, правительство Приморья продолжит заказывать такие суда у приморских корабелов, в частности для островов Рейники и Попова. Анна Дьякова, новости на восьмом.